всем привет с вами Наталья Мополо и мы сегодня в третьей части с вами продолжаем сшивать собирать наше колье в единое красивое украшение на прошлых занятиях мы с вами сплели вот такие замечательные листочки и такие ромашки а в этом занятии мы с вами сплетем вот такую сеточку основу я научу вас покажу на примере одного цветка и одного листочка как пришивать элементы к сетке а также сделаем с вами застежку и так если вам интересно что будет дальше оставайтесь со мной и мы начинаем и так плести мы сетку основу с вами будем на таких нитках я буду плести в два сложения привязала стопорную бусинку мы потом снимем и так для первого набора нашего для первого ряда наберите 24 бисеринки и так набрали 24 бисеринки далее пройдем во вторую бисеринку снизу сверху вот так для поворота далее наберем с вами на иголочку 7 бисеринок набрали далее отступим от ключевой из которой выходит ниточка 7 бисеринок и пройдем углом в восьмую а в восьмую мы проходим вот так бисеринку снизу сверху и так далее наберем на иголочку 5 бисеринок 5 бисеринок и пройдем иголочкой от ключевой в шестую бисеринку снизу сверху вот так снизу вверх далее набираем 3 бисеринки и отступив от ключевой из которой выходит ниточка 3 пройдем в четвертую снизу вверх и еще раз наберем 3 бисеринки и пройдем первую бисеринку далее стопорную бусинку можно снять снимаем бусинку и завязываем вот так выглядит наши начальные ряды далее мы набираем на иглу для поворота верхнего вниз будем идти набираем 4 бисеринки и проходим в центральную бисеринку из трех предыдущей петельки вот так это у нас верхний поворот верхний поворот у нас из 4 бисеринок всегда будет состоять далее мы набираем на иголочку 3 бисеринки 2 и проходим иглой в центральную из трех предыдущего ряда вот так и проходим в центральную бисеринку предыдущей петли вот так далее мы набираем с вами 6 бисеринок 6 и проходим в центральную бисеринку предыдущего ряда из 7 оказавшись внизу я набираю 5 бисеринок 5 опускаю плетение вниз и прохожу иголкой снизу вверх во вторую от края бисеринку далее набираю на иголку 7 бисерин 7 и прохожу в третью сверху от ключевой вот в эту вот так далее набираю 5 бисерин и прохожу во вторую от ключевой вот ключевая 1 2 вот сюда проходим иглой далее набираю 3 бисеринки и прохожу в центральную из трех вот так далее набираю 3 бисеринки и прохожу во вторую от ключевой вот ключевая 1 2 вот сюда я прохожу и далее плетение будет повторяться вверху мы снова с вами для поворота для верхнего мы набираем 4 бисеринки на иглу проходим центральную бисеринку из трех далее набираем 3 бисеринки также проходим центральную из трех далее набираем 4 бисеринки проходим центральную из пяти далее 6 набираем и проходим центральную из семи и все сначала повторяем такие действия до того момента пока не сплетем сетку основу равную 40 сантиметрам если при условии что ваша застежка в собранном виде будет сантиметра 2 то есть всего готовое изделие у меня будет 42 сантиметра вместе с застежкой и так я буду проплетать столько ячеек чтобы было 40 сантиметров мне этого будет достаточно далее у меня будет застежка 2 сантиметра и длина готового колье будет 42 сантиметра и так проплетаем самостоятельно полностью сетку основу до конца и так приступаем к формированию нашего украшения что хочу сразу сказать попробуйте пожалуйста поэкспериментировать с украшением примерьте присмотрите места наиболее удачные для ваших элементов поприкладывайте вот так как показано на видео посмотрите нравится ли вам расположение данное цветов не обязательно должны все места на сетке быть заняты какими-то элементами очень будет неплохо если кое-где сетка все-таки будет просвечиваться и создавать такую легкость некоторую тут то положение элементов которое вам наиболее всего понравится вы оставляете и фиксируйте фиксировать я советую сразу не как я это называю не намертво а наметать будущие цветы поскольку нам важно с вами их пришить таким образом чтобы колье у вас не отпадало и не перекошенное было чтобы все было ровно и так приступаем начнем мы с вами с того что определимся где центр колье для этого можно посчитать по вот этим вот выступающим усиком на сетке и найти середину нужно нам это для того чтобы потом мы смогли через равное расстояние располагать наши элементы цветы и листья то есть вот нашли мы середину я покажу как на моем колье будут расположены элементы а вы уже потом сможете сообразить нравится вам такое расположение элементов или вы сделаете его по-своему в начале я буду пришивать вот таким вот образом листики я уже посмотрела как мне нравится больше и прикинула в начале я пришью вот так листики такое расположение я нахожу более удачным на мой взгляд вот таким вот способом у меня будут пришиты листики вот так далее самые крупные мои ромашки опять же центр ищем первый цветок у нас четко по центру решит будет далее вот так и далее вот так на данном этапе я фотографирую изделия если элементов много если элементов вот так немного как в этом колье можно в принципе запомнить как расположены элементы на данном изделии и по памяти пришиваю вот такое расположение мне нравится больше всего и я думаю я остановлюсь на вот таком варианте вы конечно же можете поэкспериментировать если вы сплели к примеру три ромашки можно разместить вот таким вот образом листьям я еще раз повторюсь что листьев много не бывает я люблю когда в колье много листьев использовано вы можете ограничиться тем количеством конечно же которое сплели но вот можно вот таким способом сделать тоже будет очень очень красиво можно добавить листочки можно добавить листочков побольше и еще чтобы они и сюда уходили листики и в эту сторону то есть вы располагаете так как вы это видите ваше украшение вот так тоже я считаю очень даже классно смотрится ну а мы приступаем к пришиванию к сборке нашего колье пришивать я буду вот такой мононитью в одно сложение длинную ниточку для работы не берем берем ниточку сантиметров 20 для того чтобы мы могли нормально и работать и она нигде у вас не путалась и так вот я определилась с размещением моих листочков я снова и снова примерила ромашки убрала подвинула опять переделала подставила но вот такое расположение мне больше всего устраивает вот такое далее мы будем пришивать я нашла центр завязала здесь на бусинке мононить мы ее потом уберем и по центру я пришивать буду первый лепесток вернее первый листочек вот так немножечко по диагонали не ровно а по диагонали и так проходим сеточку делаем узелок между бисеринками сетки основа я делаю узелок выхожу из вот этой бисериночки и буду пришивать вот здесь свой первый листик вот вышла у меня нитка из бусинки вот этой я прохожу вот в эти две бисеринки листочка вот так наша с вами задача идти по бисеринкам будь то сетки будь то листика чтобы не было видно нитку в процессе так вот моя задача пришить таким образом чтобы мой листочек был вот немножко выдвигался над сеткой дальше вот вышла ниточка хорошо видно из зеленой листочка вот она вровень с вот этими вот бисеринками двумя я в них и прохожу вот так то есть мы проходим по самым ближайшим бисеринкам по сетке вот вышла ниточка ближайшая далее вот это у меня бусинка я в нее ныряю то есть игла попеременно будет входить то в сетку то в листочек дальше мне нужно войти в сетку близко к этой бисеринке из которой я вышла вот соответственно я прохожу вот так и далее с этой стороны нужно точно также зафиксировать наш листочек чтобы он не телепался не болтался вот вышла ниточка я прохожу две бисеринки листочка вот так и по бисеринкам сеточки подтягиваю снова ныряю бисеринки листочка и бисеринки сеточки вот уже наш листочек с вами практически зафиксирован но все равно он еще подвижен сильно и поэтому мне нужно прихватить его где-то вот здесь еще то есть вы сами определитесь насколько вы хотите чтобы он выдвигался относительно сетки вашей если сильно то краешек пришиваете если не очень то вот так то есть это вы уже сами сориентируйтесь я думаю здесь не сложно далее мы продвигаемся к тому месту где будет у нас следующий стежок и и да и и и и и и итак ближайшая бисеринка это вот эта бисеринка мы цепляемся за бисеринку листика и снова за бисеринку сеточки можно пройтись пару раз чтобы надежней зафиксировать вот так и еще в одной точке зафиксируем листочек вот крайне бисеринки я двигаюсь в сетке только по ходу плетения нити не против не не по диагонали не как только вот как плели вы сеточку так и двигаемся так вот вышла ниточка далее я фиксирую крайнюю бисеринку снова прохожу бисеринку сетки и опять вот так бисеринку листочка крайняя бисеринка листочка задействована у меня вот и бисеринка сетки вот она тоже крайне так вот теперь листочек полностью пришит надежно и вот как вы видите он и подвижен немножко то есть я не хочу чтобы они намертво прям были пришиты мне то не этого не нужно не нужно чтобы немножко выдвигался мой листочек и в то же время он выдвигается настолько насколько мне это нужно то есть вот так было задумано так и получилось так далее пришиваем следующий листочек и вот наш с вами листочек надежно зафиксирован на сеточке точно таким же способом пришейте пожалуйста самостоятельно остальные листочки в тех местах в которых вам наиболее симпатично получается вырисовывается и так пришиваем листочки самостоятельно и точно так же мы будем пришивать ромашки и так заправляем на нить коротенькую небольшую и так я закрепила на изнанке ниточку нашла центр у меня это вот это центральная центральный усик и далее провожу иглу с ниткой по бисеринкам сетки подтягиваю фиксирует цветок далее смотрю где у меня вышла ниточка и примерно подцепляю рядом стоящий бисеринка и подцепляю бусину или бисеринки куда вам легче пройти иголочкой можно через бусину проходить поскольку там отверстие хорошее и снова смотрю где у меня вышла леска и примерно подцепляю рядом стоящие бисеринки на ситочке основе вот так затягиваю снова смотрим где вышла леска можно поддевать леску между лепестками вот так как показано на видео и возвращать иголочку с ниткой по нескольким бисеринкам сеточки основы так и вот таким способом стежок за стежком то по сетке то по бусинкам мы должны пришить нашу первую ромашку далее прохожу снова по бисеринкам сеточки вот так подтягиваю далее мне нужно пройти по цветочку у меня здесь как раз отверстие в бусине я прохожу в бусину насквозь на противоположную сторону затягиваю снова ищу ближайшие бисеринки к тому месту откуда у меня вышла игла с ниткой на это вот эти бусинки ближайшие не я прохожу эти бисеринки сетки основа вот таким вот способом мы с вами пришили ромашку как видите она не отвисает от тяжестью не отпадает все надежно зафиксировано такой вот цветок точно также пришейте пожалуйста самостоятельно остальные цветы итак я пришила все ромашки все листики и вот мое колье практически полностью готово и теперь нам с вами остается всего лишь прикрепить застежку у меня это такой тоггл застежка и для этого нам с вами понадобится пара соединительных колечек я прошу прощения я увлеклась немножко обещала вам показать как закончить сетку основу но здесь нет ничего сложного вы просто доплетаете последнюю ячейку и вернувшись по бисеринкам здесь проплетаем 7 бисеринок плюс колечко и спускаемся точно также добавляя 7 бисеринок после этого необходимо пройти несколько раз вот эти вот места соединения и последнюю ячейку для того чтобы украшение было надежно зафиксировано по краям и чтобы замочек застежка не порвалась и так но нам всего лишь осталось прикрепить с вами застежку для этого мы берем наши помощники инструменты раскрываем соединительное колечко сюда же я подвешу одну половинку замочка и со второй стороны поступаем точно также раскрываем колечко прикрепляем сначала колье а затем вторую часть замочка и закрываем аккуратненько соединительное колечко поджимаем вот и все наша с вами работа окончена и мы можем надевать наше прекрасное украшение и радоваться как вы видите создать такое колье абсолютно не сложно главное усидчивость терпение и хорошее настроение и на этом я с вами прощаюсь ставьте пальчик вверх если понравился урок подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны я вас очень-очень всех люблю целую обнимаю и всем пока пока